Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Август на носу, и сегодня мы с вами обсуждаем план работ на этот месяц. Время наступает приятно, поскольку вот-вот мы увидим результат наших стараний. Но перед этим надо будет немножко потрудиться. Итак, в начале августа нас ждут последние профилактические обработки. Не забываем о них. Также обязательно смотрим сроки действия препаратов, сроки до снятия урожая. И если по каким-то причинам мы не укладываемся в сроки работы системных препаратов, ну, к примеру, тот же Топаз против Аидиума, там 20 дней. У некоторых препаратов может быть 30 дней. В то же время есть группы препаратов, где всего лишь 10 дней до снятия урожая. Поэтому смотрите на эти сроки. И в случае, если вы не укладываетесь, что можно делать и чем можно заменить. От Аидиума можно работать по ФК Леросом, либо любым другим серосодержащим препаратом, вплоть до коллоидной серы. Там 4 дня до сбора урожая. То есть срок небольшой. Единственное, что надо учитывать, что такие препараты любят теплую погоду. Если вдруг у нас будет стоять там градусов 17-20, то, конечно, это не самое подходящее условие для такой обработки. Если стоит выше 20, то прям замечательно. Препараты хорошо работают, как профилактика от Аидиума. Также они могут останавливать уже начавшееся заболевание. Поэтому можно работать против мильдии. Самое эффективное, то, что мы увидели из таких вот мягких средств, это термофильный чай. Ссылку на ролик, что это такое, как его готовить, я вам оставлю. Он не только работает профилактически, но и работает лечебно. Он останавливает мильдию. Мы это видели на своем участке не раз. И результаты буквально через 2-2,5 часа уже прослеживаются. Но у него есть, скажем так, один негативный момент. Его надо готовить. У нас должно быть дней 5 на приготовление. Поэтому, если вы считаете, что сейчас вам уже надо переходить на более мягкие средства защиты растения, либо вы понимаете, что по каким-то причинам вы не можете работать с системными препаратами и не уложите сроки, то, опять же, подумайте чуть-чуть заранее. И, как всегда, напоминаю, что профилактика гораздо лучше, чем лечение. Кроме того, у нас сейчас активно наливается ягода. Более того, кое-где она даже начинает краситься. И сейчас самое время подумать о профилактике треска. Наиболее действенное средство из нашей практики – это поливы. По этой теме есть отдельный ролик. Ссылку под этим видео я вам оставлю. Также в некоторых случаях имеет смысл поработать с гроздью. Смотрите, у сортов, у которых грозди очень плотные, вот здесь, видите, ягодки даже давят друг друга. Они такие плотные, как у крузинки. И мы знаем, что сорт может иметь склонность к треску. Он имеет тонкую кожицу. Как пример, это может быть зигиреба, это может быть пинануар. Это из технических. Возможно, кто-то из столовиков тоже, у кого знаете, что может быть такая очень сбитая гроздь. Есть смысл ее проредить. Просто выстригаем дорожку ягод. Ягодкам становится свободнее. Соответственно, в случае дождей они не будут давить друг друга, не будет сильного давления. Ну и сорта, склонные к гнили, тоже гроздь будет лучше проветриваться. И будет меньше шансов, что она загниет. Поэтому, опять же, сейчас, если вы знаете, что у вас есть такие сорта, есть смысл с ними поработать. Также август это то время, когда пора задумываться о вызревании лозы. Ну, смотрите, вот в этом сезоне погода, в общем-то, на нашей стороне. Из-за того, что она стояла довольно сухая, процессы вызревания уже идут. Обратите внимание, лоза уже имеет такой желтый цвет. Процессы уже начались. Вот здесь тоже видно лоза такая желтоватенькая. Она уже не ярко-зеленая. Нижние листики все отработали свое. Уже не надо о них беспокоиться нормально. Вот здесь тоже, смотрите, лоза, она как бы красноватая. Ну, это свойство сорта. Но все равно уже цвет такой не ярко-зеленый, а ближе к желтому. Вот здесь тоже самое. Ну, у нас, на самом деле, вот такая картина на очень многих кустах. И вот с такими кустами вообще ничего делать абсолютно не нужно. У нас как минимум месяц, а на самом деле мы будем надеяться, что гораздо больше. Поэтому здесь и так все вызреет. Смотрите, даже молоденький куст прошлого года посадки тоже лоза идет на вызревание. Но если она такая вот совсем зеленая, травянистая, то есть смысл подумать о том, чтобы помочь лозе вызреть. Как правило, такая картина может наблюдаться у молодых кустов. У них бывает еще вот нет баланса с ростом и вызреванием. И может быть у кустов, которые, например, по весне где-то подмерзли, либо плохо перенесли зиму, начали расти от головы куста. Поэтому начали расти несколько позже. Возможно, поджировывают. То есть у них такая проблема может быть. Им надо помогать. Чем помогать? Колейными подкормками. Тоже по вызреванию лозы. Есть отдельный ролик. Ссылку оставляю. Еще один из видов работ в этом месяце. Это осветление гроздей. Что значит осветление? Это удаление везде, в которые эти самые гроздьи закрывают. Всегда ли это нужно делать? На самом деле не всегда. Если у вас довольно редкая посадка, гроздьи нормально освещаются, то это можно не делать. У нас довольно-таки густо. Поэтому мы это делаем. Гроздьи лучше окрашиваются, несколько быстрее созревают. Когда это нужно делать? У темно-ягодных сортов, когда они начали окрашиваться, вот галант пошел в окраску, все можно удалять. У бело-ягодных, когда ягода начинает размягчаться, чуть-чуть ягодку пальчиком потрогали, не надо ее сильно жать, почувствовали, что немножко она становится мягенькой, все, можно убирать. Смотрите, тоже есть разные варианты этого приема. Часто я встречаю, что прям удаляют много-много-много листьев. Мы обычно убираем только то, что реально заслоняет, только то, что реально мешает. Если какой-то листик не мешает, там нормальное проветривание, нормальное освещение, то можно и не удалять. Сейчас с этой стороны можно пару листиков убрать, чтобы груздочки освободить. Даже комик какой-то не нужный. Примерно вот так. Ну, повторюсь еще раз, операции не обязательно. Вы смотрите, если у вас есть время, если есть желание, если есть на то необходимость. Так, например, вот здесь молодой кустик, первое плодоношение, что тут осветлять, что тут убирать. Вот и так все прекрасно проветривается, прекрасно освещается. Также, если вы еще не проводили нормировку гроздями, нормировку урожаем, то еще можно это сделать, и даже нужно это сделать, если вы видите, что растение просто остановилось, что побеги небольшие, гроздей там много лучше кустик разгрузить, чтобы он ушел крепким в зиму, хорошо ее перенес, и вы получили урожай. Не только в этом году, но и в следующем. Ну и, конечно же, готовимся к приятному событию, к сбору урожая. Пока сложно сказать, будет это конец августа, либо начало сентября. Посмотрим, какой погодой нас порадует, либо не порадует этот месяц. Ну и виноделом самое время провести ревизию своего инвентаря. У кого нет сахарометра, либо рефрактометра, есть смысл запасти, проверить тару, проверить бутыли, пробки, затворы. Это все нам в скорости пригодится. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наш контакт. До новых встреч!